Всероссийский центр изучения общественного мнения представляет данные опроса о том, какие праздники отмечают россияне. ЦИОМ выявил 8 праздников, которые отмечают большинство, более 50% россиян. Новый год, День Победы 9 мая, Международный женский день 8 марта, День Защитника Отечества 23 февраля, Пасха, Рождество Христово 7 января, Праздник Весны и Труда 1 мая и День России 12 июня. Другие распространенные в нашей стране праздники выглядят следующим образом. День Народного Единства 4 ноября, его отмечает 42% населения, День Святого Валентина 14 февраля, День Космонавтики 12 апреля и Курбан-Байрам. Зарубежные праздники Хэллоуин, Китайский Новый год и День Святого Патрика пока не получили широкого распространения в России. Согласно результатам опроса их отмечает всего 3-5% населения, в то время как 95-96% респондентов утверждают, что не празднуют их совсем. Женщины чаще чем мужчины отмечают религиозные праздники. Пасху 86% женщин против 77% мужчин, Рождество Христово 80% против 73, а также День Народного Единства 45% против 39. Мужчины чаще чем женщины отмечают День Святого Валентина 30% против 24 и День Космонавтики 31 против 23. Наименьшая доля отмечающих первые топ-6 праздников среди молодежи 18-24 лет. Так, Международный женский день отмечает 81% молодых, в то время как среди тех, кому 60 лет и старше, доля отмечающих этот праздник составляет 93%. Пасху празднует 70% молодых, а среди тех, кому 35-59 лет, доля отмечающих достигает 86%. При этом молодежь до 24 лет активнее других возрастов отмечает День Весны и Труда 72% против 56 среди отмечающих в возрасте от 25 до 34 лет. День России 66% против 50%. День Святого Валентина 54% против 19 отмечающих в возрасте 45 лет и старше. Хэллоуин 13% против 2% отмечающих от 60 лет и старше. День Святого Патрика 8% против 1%. Москвичи и петербуржцы меньше празднуют, чем жители сел и городов с небольшим населением. Так, День Народного Единства чаще отмечают в городах с населением от 500 тысяч до миллиона, чем в столицах 48% против 29%. А в селах популярнее День Святого Валентина 31% против 23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова